Столетнему юбилею Центрального пограничного музея ФСБ России посвящается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот музей словно ворота в историю охраны российских границ, фактически историю государства. Недаром экспозицию открывают мечи, луки, щиты княжеских дружинников Древней Руси. И стекло витрин отражает суровые взгляды трех богатырей с репродукцией знаменитой картины Воснецова – хрестоматийных стражей границ Русской земли. Идея создания музея принадлежит командиру отдельного корпуса пограничной стражи, так в начале 20-го столетия назывались пограничники, генералу от инфантерии Пыхачеву. А генерал-лейтенант Чернушевич, по сути, первый историк российской пограничной стражи, разослал письма в разные концы страны. И вскоре в штаб корпуса начали одна за другой приходить посылки. Обмундирование, документы, личные вещи, фотографии тех, кто отличился при охране государственных рубежей. Сами музейные предметы, которые у нас существуют, здесь находятся музеи, они эту историю всей страны отражают. То есть они отражают то, как развивалось наше государство, как оно крепло, как оно охранялось и оборонялось, и как и кто нес службу по охране именно священных рубежей нашей Родины. Подлинные раритеты. К примеру, вот этот таможенный знак времен Екатерины II. Тяжеловесная бронзовая печать на львиных лапах. Ее ставили на границе или вешали на стену таможенного поста. Тогда, как и сейчас, пограничники и таможенники служили вместе, чтобы не прошел контрабандист. Здесь же рядом находится еще одно положение Екатерины II, запрещающий провоз денег через границу. Это считалось контрабандой. 1914 год рождения музея. Первый исторический адрес. Биржевой проезд 6, Санкт-Петербург. Коллекцию разместили при штабе отдельного корпуса пограничной стражи. С началом Первой мировой войны архивы начали стремительно пополняться. Войска пограничной стражи сражались плечом к плечу с войсками регулярными. За Брусиловский прорыв 1916 года полтысячи пограничников удостоены георгиевских наград. После революции музей расформировали, но экспонаты все же не погибли. Их передали в исторический архив Петрограда, Министерство финансов и Музей ВЧК. Жить и служить без знаний о прошлом невозможно. И в 20-х годах пограничные отряды в разных уголках страны сами создают исторические комнаты. При этом в них все больше современных экспонатов. Начинается так называемая шпионская эпоха. Первых мини-фотоаппаратов, кнопочных ножей и пистолетов, спрятанных в книгах. Вы задерживаете шпиона. Руки вверх. Руки вверх. Отвлекся пограничник. И все. Но поскольку шпионские перчатки попали к нам в музей, значит шпион не прошел. Главное управление пограничной охраной сдает приказ о создании Центрального музея погранохраны при высшей пограничной школе. После 15-летнего перерыва он открывается в Москве, в Безбожном переулке. Между тем граница пылает. Борьба с босмачами в Средней Азии. Сложности на Дальнем Востоке. Напряженные отношения с Японией. Более чем показательная история. В этих двух чемоданах военный аташе страны восходящего солнца намеревался вывезти из Советского Союза через границу с Польшей двух женщин. Советские пограничники об этом знали, но важно было раскрыть обман, не вызвав международного скандала. Проще говоря, найти повод вынудить неприкосновенное дипломатическое лицо открыть чемоданы. К концу двухчасового стояния поезда совершенно случайно пограничник видит, как кожаный угол отстает от брезентного верха и, недолго думая, протягивает туда руку и нащупывает тело человека. Вот, пожалуйста. Вот так удалось заставить японского дипломата открыть свои чемоданы. Великая Отечественная война. Музей перевозят в Ташкент, а его сотрудники сами едут на фронт. На местах боев они собирают все новые и новые свидетельства того, с какой самоотверженной стойкостью встретили советские пограничники фашистскую армаду. Я могу показать несколько примеров. Вот, допустим, штык-нос, вот, как раз, немецкая граната. Ну, здесь вы видите и другие экспонаты. Тут есть и пулеметы, и автоматы, и минометы. Но надо отдать должность, что вся Европа, покоренная, работала на Германии. Об этом свидетельствует, что немецкое оружие, чешское оружие, венгерское оружие. Вся эта огромная масса двигалась на пограничников. А соотношение сил какого было? На одного пограничка от 10 до 20 немцев. Но они, можно, сражались, имея в своих руках только легкое стрелковое оружие. Наталья Чернышкова искренне взволнована. Глаза блестят от слез. Наконец-то воскресла память о ее деде-герое. В руках крышка от портсигара, который нашли поисковики под Петербургом, в Синявино. Это словно бы надгробная плита. На братской могиле Михаила Соловьева, которому Наталья приходится внучкой, и его фронтового друга Якова Точеддинова. Они были снайперами 99-го отдельного пограничного отряда. Я даже не знаю, как вот сейчас, в 21 год, ему был 21 год, когда он погиб. Они сражались в ужасных условиях на болотах и вели огонь с деревьев. Потому что высота 43,3 была захвачена немцами. С этой высоты они обстреливали дорогу жизни, которая ввела в блокадный Ленинград. Точеддинов уничтожил 16 немцев. Михаил Соловьев – 93. Цифра, в которую трудно поверить. Она вырезана на портсигаре. Мой дед, в том числе, я считаю, совершил очень героический поступок, сражаясь и отстреливая, конечно, такое количество фашистов. 93 фашиста убив. Это съемки петербургских поисковиков. На месте гибели снайперов они установили памятный знак. Эхо выстрелов в молчании гвоздики ложатся на болотистую синявинскую землю, где погибли герои-пограничники. Неподалеку – братская могила, где погребены Соловьев и Точеддинов. Вместе, как они и воевали. По плану «Барбаросса» на захват одной советской пограничной заставы отводилось всего полчаса, но многие бились днями. Брестская крепость стала символом стойкости пограничников. А в 45-м пограничники участвовали во взятии Берлина. Именно они доставили в музей этого орла. Мрачный символ Третьего рейха, бронзовый свидетель падения фашизма, весит почти 300 килограммов. Для него даже пришлось строить особую витрину. Наши пограничники, они брали рейх-канцелярию. И на каждом из входов рейх-канцелярии находилось 8 гербов. Один из них пограничники решили на память забрать себе. Ну, история такова, что, говорят, все где-то остались в Европе, но их переплавили. А вот наш, единственный, хранится в нашем музее. После Великой Победы музей открывается вновь. И снова по другому адресу. Большая Бронная, 23. Теперь он называется Музеем пограничных войск и становится все более популярным. Здесь работает легендарный пограничник Никита Карацупа. А таких экспонатов нет ни в одном музее страны. Когда в 60-м году на Цвердловском был сбит самолет американского летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса, его, кстати, первыми засекли именно пограничники, обломки фюзеляжа, личные вещи, экипировка Пауэрса попали именно сюда. Среди личных вещей Фрэнсиса Пауэрса была иголка, отравленная ядом. И по инструкции ему было положено, в случае его задержания, ей воспользоваться. Но он этого не сделал. Ради этих трех кадров, которые впоследствии обошли весь мир, отдал свою жизнь военный фотокорреспондент Николай Петров. Единственное свидетельство того, что в марте 69-го китайцы действительно перешли государственную границу СССР на острове Доманский и напали на пограничную заставу. В жестоком бою погибли 49 советских пограничников. Были отсняты эти кадры, и рядовой Николай Петров, положив топорат себе на грудь, под полушубок, и поэтому он погибнет, и уже у мертвых китайцев и взимут кинокамеру, в топорат не заметили. Когда тело Петрова вытащат, на груди обнаружив топорат, пораяют, конечно, пленку, получают вот эти три кадра. В 1972 году газета «Известия» писала «Музей пограничных войск. Кажется, что в его небольшие светлые залы шагнула тревожная тишина далеких застав. Тишина, натянутая, как звонкая тетива лука. Тишина, которая в любую минуту может оборваться». Из зала в зал, словно перелистывая страницы собственной истории. Валентин Казаков – сотрудник музея, можно сказать, легенда. И каждый раз он надолго останавливается перед афганским стендом. Здесь его фотография. Тот же острый, чуть прищуренный взгляд, словно он смотрит на солнце. Его компас, планшет, разговорник. «Пуля попала в висущий вал хвостового винта вертолета. И когда вертолет начал снижаться для того, чтобы совершить посадку, в это время винт лопнул, и вертолет закрутил его так, и мы все упали». Это было в 80-м. Тогда майор Валентин Казаков служил в одном из первых пограничных отрядов, которые вошли в Афганистан. После крушения вертолета боевая задача не изменилась – удерживать оборону в занятом басмачами кишлаке, хотя возможность эвакуироваться была. «Обратился, кто может держать в руках оружие, прошел остаться со мной. Остался ефрейтор Британский, старший сержант Мурин, два последних, два еще солдата». Группа Казакова, всего пять человек, три часа сдерживали атаки целой банды. И когда пришло подкрепление, высота была взята. А буквально неделей позже в другом кишлаке Верхний Гумай отряд майора Казакова остался без поддержки с воздуха из-за непогоды. Бандиты заняли дом на горе и буквально не давали пограничникам высунуться из укрытий. Валентину Казакову удалось вычислить их полевой штаб, обойти огневые позиции и забраться прямо на крышу дома, откуда по его бойцам били из автоматов и пулеметов. Забросил туда три гранаты и, значит, три магазина выпустил. После первой гранаты они огонь не прекратили, после второй гранаты тоже вели огонь. И только после третьей все закончилось. В 95-м музей переезжает на свой нынешний адрес Яусский бульвар, 13. Начинается уже новая история. В 2003 году указом президента функции Федеральной пограничной службы переданы Федеральной службе безопасности. И музей приобретает статус и название Центрального пограничного музея ФСБ России и продолжает развиваться. Мы готовим интерактивную карту. Это такая карта, на которой будет обозначена буквально вся история нашего государства, как раз история границ, история страны. То есть на регионе можно будет нажать на ту или иную клавишу и увидеть, что в этом регионе. Какие там герои Советского Союза и России, какие там парки и аллеи, какие там захоронения, какие там события происходили. Как сейчас чтят память о пограничном. Современная история пограничных органов Федеральной службы безопасности совершается в эти минуты на наших глазах. И музей по-прежнему готов запечатлеть все, что происходит на рубежах огромной страны. Центральный пограничный музей ФСБ России растет и увеличивает фонды. Ведь настоящий музейный хранитель сам своего рода пограничник. Здесь защищают истории от забвения и гордятся своей службой те, кто стоят на страже памяти. Продолжение следует...